В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. Очередной гуманитарный груз был отправлен из Ленинского городского округа в Луганскую народную республику. И это все ждало своего часа. И мы безумно счастливы, что у нас сейчас получается до 1 сентября отвезти все это детям. В рамках социального раунда по безопасности дорожного движения «Трезвый водитель» на Белокаменном шоссе прошел профилактический рейд. Мы сейчас уже порядка 50 транспортных средств остановили. На мою радость, наверное, ни одного водителя не было в состоянии алкогольного опьянили. На выходные видновчане присоединились к областной акции «Ночь в парке». Настроение просто супер. Эмоции зашкаливают через край. Такие мероприятия, мне кажется, должны проникаться гораздо чаще в нашем городе. Очередной гуманитарный груз был отправлен из Ленинского городского округа в Луганскую народную республику. Большая его часть предназначалась воспитанником детского реабилитационного центра «Хрусталик», который находится в городе Рубежное. Максим Козлов расскажет подробнее. Со всей страны сейчас идут гуманитарные караваны как в зону СВО, так и жителям новых регионов. Из Ленинского городского округа в Луганский город Рубежный отправился очередной груз. Он предназначен для ребят, которые проживают в детском реабилитационном центре «Хрусталик». Это дети особенные, то есть мы туда осуществляем полностью констовары к 1 сентября, обувь, одежда, гигиена, некоторые медицинские препараты. То есть дети к 1 сентября будут полностью обеспечены. В пункт сбора гуманитарной помощи превратились постройки на территории, прилегающей к дому Анны Морозовой. Ее муж участвует в СВО, а сама Анна – руководитель клуба жен мобилизованных по Ленинскому округу защита тыла. Рассказывает, что сейчас не так просто найти способ доставить груз адресату. Мы еще в мае начали собирать, собирать для «Хрусталика», для детского дома. Были очень много рекламы, мы давали, как бы, письма писали с запросами. И это все ждало вот своего часа. И мы безумно счастливы, что у нас сейчас получается прямо еще до 1 сентября отвезти все это детям. В сборе этого груза принимали участие очень многие жители как Ленинского городского округа, так и Домодедова. Координировали работу общественной организации «Комитет семей воинов Отечества» и «Союз семей военнослужащих России». Медики, вот передали тоже медкомпания, тоже с нами связалась. Они сами передали средства от укусов комаров, от расчесывания, вот такие вот моменты. Через несколько часов после того, как весь груз был сформирован, начинается обратный процесс загрузки его в машину, которая и поедет в Луганскую Народную Республику. Естественно, часть груза будет отправлена и бойцам, участвующим в СВО. Мы нашим ребятам везем дизельный генератор, маскировочные сети, то есть гигиена идет также, тоже по запросу, то есть в основном как бы идет по запросу все. Бойцам мы в детский дом купили фрукты, которые вот там очень сложно, то есть они то, что не доезжают, потому что хранение своеобразное, там жара. Мы взяли бананов, апельсинов и яблок. Активную помощь в процессе уже традиционно оказывают сотрудники Видновской дирекции киносети. Мы стараемся по всем направлениям помогать людям, которые находятся в зоне СВО, те, кто прибывают оттуда сюда, семьи мобилизованных, то есть всячески стараемся помогать. Вот сегодня мы собрались для того, чтобы помочь загрузить, разгрузить те грузы, которые поедут отсюда в Луганск. А эти любительские кадры уже из Луганской Республики. Гуманитарный груз доехал по назначению, а значит жизнь ребят из детского реабилитационного центра «Хрусталик» в Рубежном станет чуть лучше. Максим Козлов, Александр Логинов, Максим Константинов. Видное ТВ. В Московской области с 10 по 30 июля проходит социальный раунд по безопасности дорожного движения «Трезвый водитель». В рамках мероприятия сотрудники госавтоинспекции Ленинского городского округа провели профилактический рейд, в ходе которого напомнили водителям о недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Проверка на трезвость водителей прошла на Белокаменном шоссе в понедельник утром. В выходные многие позволяют себе расслабиться, а некоторые вовсе садятся за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Мы сейчас уже порядка 50 транспортных средств остановили. На мою радость, наверное, ни одного водителя не было в состоянии алкогольного опьянения, либо с остаточным состоянием. Это радует, что люди нас все-таки соблюдают закон и не позволяют себе расслабиться. За управление транспортным средством в состоянии опьянения водитель может быть привлечен к административной ответственности и лишению права управления автомобилем на срок до двух лет, а также получением штрафа в размере 30 тысяч рублей. Предупреждаем о том, что по статье 12.26 части 1 у нас существует административная ответственность, лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет, а также, если повторное употребление у нас люди совершают, то существует уже уголовная ответственность. Алексей Иванов стал одним из первых, кого остановили инспекторы в ходе рейда. Водительский стаж молодого человека меньше года правила не нарушает. Управление автомобилем в нетрезвом виде для него табу. Безопасность превыше всего. Я никогда не позволяю себе садиться нетрезвым за руль. В рамках профилактического мероприятия сотрудники ГИБДД также обращали внимание и на другие нарушения. Вот эта вот конструкция почему не там не задит? Мешает? Нет. Места нет. А? Места нет. Места нет? А знаете, что это опасно? Что резкое торможение и вот это вот может вас убить. Да? Знаете? Хотя пристегните, как пассажиры в конце концов ее. Почти за полгода сотрудниками ГИБДД на дорогах муниципалитета было выявлено более 6 тысяч фактов управления транспортом в состоянии опьянения. В ходе данного рейда нарушителей не обнаружили. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнар Балаева, Видное ТВ. В Центре профессиональной подготовки имени Героя России Валерия Тинькова состоялась торжественная церемония приведения слушателей-курсантов к присяге сотрудника органов внутренних дел. Подробнее о важном событии в жизни каждого, кто решил посвятить себя службе в полиции, расскажет Дмитрий Книга. В Центре профессиональной подготовки имени Героя России Валерия Тинькова состоялась торжественная церемония приведения слушателей-курсантов к присяге сотрудника органов внутренних дел. Началось мероприятие с выноса государственного флага. Затем личный состав слушателей центра привели к присяге. В церемонии принимал участие начальник главного управления МВД России по Московской области Виктор Пауков. Для каждого сотрудника органов внутренних дел процедура приведения к присяге – важное событие, которое запомнится на всю жизнь. Теперь они поклялись соблюдать законы, достойно исполнять служебный долг и вести борьбу с преступностью. Пусть девицы органов внутренних дел закреплены в присяге, начертаны на знаменах службы России, службы законов, насекая остается вашим главным, ориентированным, мажорительным и служебным делам. Также собравшихся поздравили и произнесли напутственные слова представители руководства Ленинского округа. Желаю всемодвиженно служить во благо Московской области и государства. С честью носить полицейские вагоны, стоять на защите законных интересов граждан, быть непоклядимым в борьбе с преступностью, быть верным своей присяге. Я желаю всем вам счастья, здоровья, успехов в вашей службе. Не забывайте, что Родина у нас одна, и мы ее защищаем, а вы самые главные защитники. Завершилось мероприятие торжественным маршем, после чего приведенные к присяге сотрудники могли пообщаться со своими родными и близкими. Сегодня мой внук принял присягу. Присягу на верность гражданам Российской Федерации. И я очень горжусь, что мой внук служит нашим гражданам, гражданам России. И я думаю, что наша Россия будет только процветать. Дмитрий Книга, Константин Брлов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Нечто грандиозное и веселое состоялось в Центральном парке отдыха города Видное. В минувшие выходные здесь прошла московская областная акция «Ночь в парке». Сотни людей приняли участие в ряде развлекательных мероприятий, кульминацией которых стала пенная вечеринка, где побывала и наша съемочная группа. Подробнее о празднике в репортаже Юлии Погасьян. К этому событию долго готовились жители, с нетерпением его ждали. По примеру, прошлого года все понимали, в этот раз должно быть не менее весело. Никто не ошибся. «Ночь в парке-2023» превзошла все ожидания. Программа областной акции становится насыщенней. Вот эти проекты чем интересны? Они хотя бы тем, что отвлекают людей от гаджетов, от каких-то сетей сидят люди целый день, даже не выходят подышать. И мы увидим то, что происходит сегодня здесь в парке, насколько уже востребовано общение. А наша задача сделать так, чтобы это было интересно. Сцена парка стала центром притяжения. Здесь весь вечер шла развлекательная программа. Выступление музыкальной кавер-группы. Театрализованная постановка артистов Дворца культуры, юмористическое шоу местной команды КВН, специальный конкурс телеканала «Видное ТВ». Мы даем возможность профориентации. Особенно, мы посмотрели же, в основном девочки достаточно молодые. Кто-то в школах еще учится, в старших классах. Кто-то только закончил, кто-то на первых курсах института. Может быть, они придут, попробуют, посмотрят, получат определенную информацию, испытают свои возможности и способности. И решат, например, прийти к нам на работу, либо пойти учиться по направлению журналистики, лабораторского искусства. Это здорово. В программе акции была задействована территория всего парка. В зеленой зоне взрослые дети могли поиграть в гигантскую дженгу, у фонтана посмотреть фильм, на ярмарке видных мастеров приобрести интересные изделия ручной работы. Это игрушки в технике амигуруми, связанные с плюшевой пряжей. Дети любят, и взрослые тоже. Попробовать свои силы в танце для всех желающих на деревянном подиуме организовали мастер-класс по бачате. Танцуем, отдыхаем. Кто-то открывает для себя новые танцы. Я подготовила для девушек мастер-класс. Будем танцевать красивыми руками. Приглашаю открыть для себя мир танцев. Праздник объединил сотни местных жителей, взрослых и детей. Все вместе они развлекались и наслаждались теплым летним вечером. Погода благоволила настроению. Настроение отличное. Даже днем так интересно не было, как ночью. Настроение просто супер. Эмоции зашкаливают через край. Такие мероприятия, мне кажется, должны пройдется гораздо чаще в нашем городе, потому что это помогает найти новых друзей. И, в принципе, завести новое знакомство для тех, кто приехал сюда впервые. Очень интересно, весело, прекрасно. Приятно, что такие мероприятия проводятся у нас в парке. Праздник удался, все нравится. Отличная задумка, очень интересная. Мероприятие безумно классное, мне все очень нравится. Вообще, я безумно счастлива, что могу побывать на таком. Кульминацией этого насыщенного вечера стала пенная вечеринка. Слышу! Здравствуйте! Я очень хорошо! Я не могу, я не могу, я не могу. Организаторы уверены, с каждым годом акция будет набирать темпы. Креативных идей много, осталось только воплотить их в жизнь. Юлия Багасян, Александр Логинов, Гульнара Балаева, ВиднетВ. Для кушерки женской консультации Видновского перинатального центра Ольги Брызгачевой создание авторских кукол больше, чем хобби. Игрушки, словно ее дети, с которыми трудно расстаться. Поэтому Ольга их не продает и практически не дарит. Но с удовольствием демонстрирует коллегам. Нашей съемочной группе также удалось увидеть удивительную коллекцию. С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. Все началось с появления в семье видновчанки и акушерки Видновского перинатального центра Ольги Брызгачевой, любимых внуков Алисы и Георгия. Каждый момент чем-то хотелось сохранять. И была в детском садике у них фотосессия. И я смотрела эту фотосессию и понимала, что они были в таком цвете. И мне прям захотелось воспроизвести именно куклу-внучку. Так 8 лет назад появилась на свет самая первая кукла Ольги – Алиса. И завертелась. Мягко набивные большеножки, куклы из глины, ваты. Сейчас у мастерицы собралась уже довольно обширная коллекция. У многих из них есть имена. Это Никифор. Это Прохор. Кто там обминает? Я. Почему-то мне так хотелось, чтобы их так звали. Это тоже лепленная игрушка. Она карамелька. Такие авторские рукодельные игрушки невозможно скопировать. На выходе получается уже совсем другая кукла, уверяет Ольга. Поэтому она принципиально не продает их и редко дарит. Они для нее как дети. Впрочем, регулярно приносит показать коллегам. Каждый раз принять себя на работу куклу. Очередной полный восторг. Хочется поиграться, несмотря на возраст. Вспоминаешь детство. То есть, немножко, скажем, частичку детства приносит. Человек, она очень хороший. Вот даже можно посмотреть на эти работы. Вот плохой человек этого всего не сделает. Это надо сколько иметь души. Это надо сколько иметь вообще вот, я даже не знаю, как сил, таланта. Также Ольга увлекается новогодней игрушкой. Старается каждому празднику смастерить что-то новенькое для елочки. Из атласных лент, шерсти, ваты или фетра. Когда мы были маленькие, у нас были все время стеклянные игрушки на елку. И нам почему-то все время запрещалось их очень трогать, что там разобьете. И когда родилась внучка, мне показалось, что как же так, подходить, нельзя трогать. И я начала ей шить игрушки из фетра. Несмотря на то, что куклами Ольга увлеклась не так давно, рукоделием она занимается всю свою жизнь, с самого раннего детства. Все благодаря семье. Дедушка, он народный художник. Так что мы все время с ним рисовали. Он нас привычал видеть мир по-другому. Мамы вязали, шили. Бабушки также еще вышивали. Я могу вышивать и гладью, и крестиком. Ну, как-то мы все время руки были как-то чем-то заняты. В Винненском перинатальном центре Ольга Брызгачева трудится уже более 30 лет. Работу свою очень любит. Но каждый раз с нетерпением спешит домой, чтобы снова погрузиться в волшебный мир творчества. Уже несколько месяцев она создает свою первую шарнирную куклу. А коллеги с нетерпением ждут знакомства с очередным рукотворным шедевром. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. ВИДНОТВ. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова